Суть мафии довольно проста. Выяснить, кто из участников является преступником, а кто сторонником закона или простым гражданином. При этом у темных игроков есть право условно убивать персонажей, так что светлым дремать не приходится. Игра появилась в 1986 году. Ее придумал студент психологического факультета, советского кстати. А 10 лет назад барнаулец Павел Сяков решил вывести игру на более высокий уровень, организовав специальный клуб. Первый в Сибири даже придумал новую сибирскую разновидность этой игры. В мафии есть два основных вида правил. Московский, это такие спортивные, то есть, знаете, есть питерский, где немножко иррациональности добавлено, там больше общения, ну и больше того, что как раз в жизни есть. Мы взяли питерские правила и немножко внесли в них больше психологизма. С тех пор по этим правилам сыграло больше 4000 человек. Артемий Панченко, редактор МК «На Алтая» считает, мафия не столько игра, сколько психологический тренинг, в ходе которого можно многое узнать об окружающих тебя людях. Насколько они хорошо врут, насколько у них при этом реагирует лицо, мимика, какие слова они при этом используют. То есть можно потом в жизни, в реальной, понять, лукавит человек или нет. Выяснилось, отличить мафиози от честного гражданина не так уж и легко. Особенно почему-то достается положительным персонажам. По правилам участники выбирают, кто остается жить, кто условно умирает, выбывая из игры. Почему тот игрок так подозрительно молчит? Ему нечего сказать или он просто что-то скрывает? А почему другой говорит, не замолкая? Участница Яника решили игроки слишком активно себя ведет. Наверняка, как истинный мафиози, пытается устранить конкурентов. Оказалось, ошиблись. Я вообще люблю поговорить. У меня всегда такая позиция. И почему-то мне все считают крайне. Видимо, мне надо просто чаще закрывать рот. По итогам игры дважды победу одержали темные силы, один раз светлые. Журналисты признали, даже такая игра требует в первую очередь практики, которая, возможно, пригодится и в обычной жизни. А тот, кто уже считает себя настоящим знатоком человеческих душ, может проявить себя в грандиозном турнире по мафии. Он пройдет в Барнауле в конце апреля. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.